Всем привет! Меня зовут Антон. Я не блогер, я юрист. Сейчас я нахожусь в, как это называется, причал Серебряный Бор-3. Вот это вот Хорошевское спрямление. Канал называется так Хорошевское спрямление. А туда вот он идет, дальше там находится река Москва. Так, о чем я хотел сегодня поговорить? По поводу много вопросов, кролик. Ничего себе. Так, наверное, не видно будет. Вон он, беленький. Вон он, беленький кролик. Так, ну ладно, к нашим земным обычным делам. Хотел поговорить про карточки. Много вопросов мне задают. Да, есть возможность до сих пор делать карточки в Евросоюзе. В Болгарии в частости, по доверенности, можно сделать карточку. Процесс сложный, процесс долгий, но стопроцентный результат. Есть вариант делать в Турции. Карточки тоже. Соответственно, там, доллары в долларах, там, в лирах местных. Все тоже можно делать. Для перевода сейчас проблем особых нету. Любой несанкционный банк берете, типа, там, Озон какой-нибудь банк, ну или типа того. И с него через Корону Пэй переводится все спокойно. Тинькофф все закрылся. Ну, в смысле, переводы закрыли. Все по цензонной, все остальные банки все закрыли. Значит, ну, так же делаем стопроцентный результат. Никому еще не отказывали. Никому еще счета не закрывали. На Кипре, я знаю, сейчас ребята там прыгают, бегают, потому что, ну, сказали, в 30 дней закрыть счет. Потом есть у меня в Швейцарии тоже счета. Там вообще две недели человеку дали закрыть счет. Ну, то есть надо деньги вывести, либо просто счет закрывают, и деньги там где-то будут висеть на корреспондентском счету. Банка уже обезличена, и все, ничего с ним не сделаешь. Поэтому, ну, ситуация такая. Значит, ну, в Болгарии и в Турции пока проблем нет. В Турции выборы, да, сейчас вопрос тоже все переживают. Как там, если новое правительство, как там все это может поменяться? Ну, тут есть, да, определенные. Дальше у нас, вот сейчас появилась опция, самая быстрая, самая экономная, ну, по сравнению, во всяком случае, с Турцией, с Болгарией. Там нужна доверенность. Тут доверенности не надо. Все делаем удаленно. Делаем ННН в тот же день. Ну, в худшем случае, говорят, бывают задержки, там, перед праздниками, перед что-нибудь такое. Бывает, ну, какой-то там день-два, может быть. Но в обычном варианте, в рабочем, это за один день, значит, ННН казахский. Еще раз, никаких документов в оригинале не надо. Все делается удаленно. Ваш загранпаспорт нужен копию, копию российского паспорта, телефон, e-mail, вот и все, все документы. Самое главное, оно делается быстро, карточка выпускается, выпускается российского банка карточка и казахского банка, и вы между ними можете, это один и тот же банк, у него сетки, сеть, значит, гранч называется в Казахстане и в России. И все и спокойно делаете. Да, я напоминаю, Хорошовское спрямление канал называется. Почитайте историю вообще, у него большая история, очень интересно. И, может, расскажу как-нибудь на сегодня, просто не об этом, чтобы сильно не затягивать. Значит, карточки, что, вот, Казахстан, да, делается ННН, делается карточка, карточка выпускается 20 минут, ну, после ННН мы направляем, после получения ННН, да, мы направляем все документы в Казахстан уже, в течение 20 минут у вас появляются реквизиты, ваши карточки, а на следующий день уже готов пластик. Ну, дальше зависит от того, куда почту отправлять, да, зависит, где вы находитесь. Ну, в принципе, доставку можно организовать хоть куда. Да, вот, то есть, ну, это вообще, на самом деле, в наших условиях нынешних нужно какие-то, да, находить пути, выхода, искать, как дальше жить, как оплатить, там, не знаю, кто-то, я, ну, я помогаю людям, да, мне, кто-то пишет, там, Антон, оплати, пожалуйста, там, мне в Японию, там, визу надо оплатить, там, по реквизитам, да, я оплачиваю. Кто-то, какие-то подписки какие-то, ну, в общем, я помогаю тогда, ну, тут сейчас, а, самое главное про цену, цена 30 тысяч рублей. Ну, как бы с турецкими или с болгарскими, ну, даже близко, ничего такого не может быть. Да, не говоря уже про доверенность, мы оригинал доверенности отправляем туда, потом это обратно все, вот, а тут за 30 тысяч рублей, это, ну, практически, в данном случае, это вариант практически даром, потому что в связи, вот, со сложившись обстоятельством, ну, и эта карточка понятная, это на ваше имя нормальная, настоящая банковская карточка, и вы ей пользуетесь, всю, ну, неизвестно, как оно там дальше будет, да, у нас, а эта карточка у вас работает по всему миру, она система MasterCard, кстати, то есть, это европейская система, платежи проходят по, по вот этим MasterCard по сетям, ну, кому это важно, да, и это удобно, быстро, деньги, значит, в тенге, естественно, в рублях, в долларах и в евро, ну, по-моему, шикардос, вообще нормально, также и вы пользуетесь всеми продуктами этого банка, хочешь депозит, хочешь аккредитив, хочешь все, что хочешь, хочешь этот, как его, инвестиции, вот, там, на бирже акции какие-нибудь купить, ну, в общем, все, что угодно, это, ну, обычный, очень крупный банк, давайте я вот рекламу давать не буду, хотя, ну, как это происходит, как эта вся работа происходит, что в Турции у меня друг адвокат, да, мы с ним скооперировались, обговорили, что можно так сделать, чтобы помочь обойти какие-то вот такие ограничения, что в Болгарии у меня коллега, с которым мы тоже прекрасно работаем, и по ВНЖ, ну, видно жительство, и по всему, что в этом, вот в этом банке, который я не буду рекламировать, покажет, пока мне не заплатят, в этом банке у меня друг, и, соответственно, мы смогли тоже, у меня юридическая компания, да, и мы смогли организовать вот такую услугу все вместе, поэтому это получается так дешево и надежно, мы можем договор подписать, то есть все, в общем-то, можно сделать как удобно, быстро, за небольшие деньги и надежно.